Казахстанцы, соотечественники, соратники, сегодня я обращаюсь к вам, как это делал всегда в самые важные моменты истории нашего государства, которые мы вместе строим. Но сегодняшнее обращение мое особое. Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан. В этом году исполняется 30 лет моего нахождения на посту высшего руководителя нашей страны. Я был удостоен великой чести моим великим народом стать первым президентом независимого Казахстана. Вспомним те времена, которые мы пережили, как пала Советская империя, оставив нам неразберюху, душевную смуту, разрушенную экономику и политику. Тогда внутренний валовый продукт сократился вдвое. Не хватало продовольствия, товаров в первой необходимости, сплошная безработица. В одночасье, потому что остановились все крупнейшие заводы. Казалось, наступил настоящий коллапс. Это был вызов. И мы этот вызов приняли. Стали энергично прокладывать свой казахстанский путь развития. Нашей триединой задачей стало построение рыночной экономики, демонтаж тоталитарной идеологической системы, модернизации всех институтов общества. Легко сказать все это. А как это делалось, в каких сложных условиях, какими эмоциональными, нервными перегрузками, это знаем только мы, мое поколение. Мы все это делали во имя создания современного демократического государства Республики Казахстан. Понимая, что нельзя было построить демократические институты при слабой экономике и бедствующих гражданах, мы во главу угла поставили экономическое развитие и рост благосостояния граждан. Вот почему уразился тезис «Сначала экономика, потом политика». В результате этого нам удалось поднять объем экономики 15 раз. Это с учетом девальвации, которую проходили, доходы населения в 9 раз в долларовом выражении, что позволило сократить уровень бедности почти в 10 раз, то есть всего на 3,5% сейчас. Мы самостоятельно и успешно преодолели все выпавшие на нашу долю катаклизмы, включая глубочайший мировой финансовый кризис 2007-2012 годов. Казахстан перешел от аграрной экономики, промышленно-сервисной. Идет процесс индустриализации и урбанизации страны. В сырьевой сектор пришли ведущие мировые инвесторы. Это позволило реализовать сложнейшие проекты в нефтегазовом секторе страны. За счет всех сырьевых ресурсов сформирован фонд для будущих поколений казахстанцев, который помогал нам преодолевать кризисы, помогал в трудное время обеспечивать социальные самочувствия казахстанцев. Сейчас Казахстан стал частью глобальной экономики, привлекает инвестиции и торгует практически со всеми странами мира. Построен новый инфраструктурный каркас страны. Автомобильными и железнодорожными дорогами связаны все регионы страны сегодня. Авиационные маршруты дают нам возможность открывать для себя новые уголки мира. Это мы сделали впервые в истории нашего Казахстана. Казахстан сегодня стал крупным государством не только под территорией, это девятая территория мира. Сегодня у нас уже более 18 миллионов человек жителей. Недалек Рувеш, когда нас будет 20 миллионов человек. Мы вошли в число 50 развитых стран мира. Разработана программа развития до 2050 года. Цель этой программы – войти в число 30 самых развитых стран. Это великая цель. Именно такие цели надо ставить и достигать их. Тогда мы достигнем больших успехов в деле улучшения качественного благосостояния нашего народа. Мы с вами сумели на руинах бывшего СССР построить успешное казахстанское государство с современной рыночной экономикой, создать мир и стабильность внутри многоэтнического, многоконфессионального Казахстана. Впервые в нашей многовековой истории обеспечили международное правовое признание Республики Казахстан. Поставили наш Казахстан на карту мира, где его не было как государство. У нас теперь есть свой флаг, свой гимн, свой герб. В самый непростой период 90-х годов мы начали подготовку специалистов по программе «Балашак», чтобы дать молодежи достойное образование, возможность изучить мировую практику, принести пользу в стране. За счет этой программы десятки тысяч молодых людей обучались, вернулись в страну и работают сегодня на страну. В мире бушевал кризис, а мы создавали в Астане университет мирового уровня, строили интеллектуальные школы для талантливых детей. Астана, выросшие в годы независимости молодые люди, увереннее, ценят заботу своей страны о них. Они птенцы гнезда нашего независимого Казахстана. Я верю, они будут беречь и укреплять нашу страну, отдадут все свои знания, которые получили, силы делу процветания отчизны. Впервые в истории страны мы построили свою столицу. Сейчас Астана – это осязаемое олицетворение всех наших достижений и всех наших побед. Все это мы сделали, дорогие соотечественники, вместе. Все эти годы народ поддерживал меня на всех выборах. Я получал самые высокие показатели поддержки избирателей на всех семи выборах, на которых я избирался высшим руководителем страны. Я был удостоен великой чести служить моему великому народу, родной стране, которая поручила мне возглавлять страну в эти самые сложные времена. Огромное спасибо вам, моему народу, за это. Я низко кланяюсь всем вам. Благодаря такой поддержке я работал, не жалея сил, энергии, здоровья, времени. Вы это видели. Я это делал, чтобы оправдать ваше доверие. Для меня не было высшей награды и признания, чем то, что вы мне доверяли. Как вам известно, нашими законами я наделен статусом первого президента и эльбасы, лидера нации. Остаюсь председателем Совета Безопасности, который законами наделен серьезными полномочиями определения внутренней и внешней политики страны. Остаюсь председателем партии Нарутан, членом Конституционного Совета. То есть, остаюсь с вами, как гражданин страны, как человек, который любил мой народ, мою страну. До конца своих дней буду с вами служить. Заботы страны и народа остаются моими заботами. Как основатель независимого казахстанского государства, вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования. Что касается вопроса преемственности власти в Казахстане, он решен конституционно. В случае досрочного прекращения полномочий действующего президента и его полномочия переходят к председателю Сената до окончания выборного срока. Затем состоятся новые выборы нового президента. Председателем Сената парламента в настоящее время является Хасамжемард Кемельевич Тухаев. Вы его хорошо знаете. Он – выпускник МГИМО, доктор наук. Свободно владеет английским, китайским, французским языками. Прошел большой путь на руководящих должностях республики. Был министром иностранных дел в годы становления внешней политики страны. Работал вице-премьером, министром и премьер-министром страны, председателем Сената. Знает страну, его экономику и политику. Выдвигался и работал заместителем генерального секретаря ООН. Это стало большим признанием его заслуг как дипломата и доверием Казахстану. Рядом со мной он работает с первых дней независимости Казахстана. Я хорошо его знаю. Он человек честный, ответственный, обязательный. Поддерживает все силы, проводимую политику внутри страны и вовне. Все программы разрабатывались и принимались его участием. Я верю, что Тухаев именно тот человек, кому мы можем доверить управление сегодня Казахстаном. Дорогие соотечественники, мы все видим, что мир меняется, не стоит на месте. Появляются не только новые возможности, новые глобальные технологические демографические вызовы. Неставильность мирового порядка мы наблюдаем каждый день. Как это всегда повелось, каждому поколению приходится решать свои задачи. Я и мое поколение сделали для страны все, что смогли. Пусть следующее поколение сделает лучше, сделает краше наш Казахстан. Результаты нашей работы вам известны. Мир меняется. Приходит новое поколение. Этот процесс естественный и неостановимый. Это поколение будет решать проблемы своего времени. Мы решали свое времени. Пусть постараются ради страны, ради народа. Чтобы жизнь людей была еще лучше, чем при нас. Вместе с миром меняться должны и мы. Я сейчас хочу обратиться к молодому поколению казахстанцев. Берегите независимый Казахстан, нашу общую родину. Мянгаликель. Это наш народ, земля наших великих предков. У нас с вами одна родина. У нас с вами одна земля. Берегите дружбу и единство нашего народа. Наши взаимные доверия, уважения к культуре и традициям каждого гражданина страны. Мы это сделали. И у нас учатся, как быть стабильным, как жить вместе в многоэтническом государстве. Только выполняя эти постулаты, мы будем сильны, мы победим все вызовы. Только так мы будем процветать. Уважаемые казахстанцы, мои соотечественники. Сегодня я обращаюсь к каждому из вас и представляю перед своими глазами. Я объездил весь огромный Казахстан. Я побывал во всех регионах, во всех районах и селах. Мы с вами встречались. А может и не встречались, но я всех вас вижу, знаю и представляю. Вы меня знаете. Перед страной сегодня стоят масштабные задачи. И я уверен в нашем успехе в будущем. Я хочу сказать о том, каким я вижу Казахстан будущего. Я уверен, что казахстанцы будущего – это общество образованных, свободных людей, говорящих на трех языках. Они граждане мира. Они путешествуют по всему миру. Они могут учиться в лучших учебных заведениях. Они открыты новым знанием и впитывают в себе эти знания. Они трудолюбивые. Они патриоты своей страны. Я убежден, что Казахстан будущего – это общество всеобщего труда. Ибо без труда невозможно достигнуть успеха, богатства и обеспечения семей. Это государство с сильной экономикой, где все делается для человека. И где лучшие образования, лучшие здравоохранения. И где царит мир и спокойствие. И где граждане свободны и равны. А власть справедлива там, где есть верховенство закона. И я верю, что мы движемся правильным курсом. Ничто не может сбить нас из верного пути. Если мы будем сильны, с нами будут считаться. Если мы будем надеяться на чудо или полагаться на других, мы растеряем достигнутые. Уважаемые казахстанцы, полагаю, что наступил момент для подписания мной соответствующего указа. Позвольте мне зачитать об исполнении полномочий президента Республики Казахстан. Постанавливаю, в соответствии с пунктом 3 ст. 42 Конституции Республики Казахстан, прекращаю с 20 марта 2019 года исполнение своих полномочий президента Республики Казахстан. Второе. В соответствии с пунктом 1 ст. 48 Конституции Республики Казахстан, полномочия президента Республики Казахстан на оставшийся срок переходят к председателю Сената Парламента Республики Казахстан с момента пронесения присяги народу Казахстана. В соответствии с пунктом 2 ст. 42 Конституции Республики Казахстан, по слагослованию с Центральной избирательной комиссии провести церемонию пронесения присяги народу Казахстана вступающим в должность президентом Республики Казахстан на совместном заседании Палат Парламента Республики Казахстан 12.00 минут 20 марта 2019 года. Настоящий указ входит в действие с момента подписания. Это мой последний указ в качестве президента в заключение родные соотечественники. Я всем казахстанцам, каждой семье, каждому гражданину от всей души и сердца желаю благополучия, счастья, всего самого доброго, чтобы вырастили детей, спокойно жили, верили всегда в наше прекрасное будущее. Спасибо еще раз. Спасибо. 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 Спасибо.